ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Необыкновенные истории обычных вещей Ох, Сашка, ну как же я устала перед каждой стиркой выгребать из твоих карманов горы мусора И бумажки от конфет, и веточки какие-то, и солдатики, и винты всякие Ну вот зачем ты всё это пихаешь себе в карман? Ну мама, что в этом плохого? Карман, он же затем и нужен, чтобы в него всё складывать От лица всех карманов мира я тебя, Сашка, поддерживаю изо всех сил Нас затем и сделали, чтобы можно было с собой носить полезные мелочи, а руки были свободны Ох, чего только люди для этого не придумывали И сумки заплечные, но они были неудобными И мешочки к поясу пришивали, чтобы там всё носить, но они легко терялись И ещё их жулики часто срезали прямо с пояса и убегали потом со всем добром Карман в нынешнем виде появился только в последний третий семнадцатого века во Франции Тогда, по просьбе королевского придворного врача, гильдия портных пришила четыре кармана к камзолу доктора И он получил возможность всюду таскать с собой пузырьки с лекарствами При этом он мог и танцевать на балах, и сопровождать короля на охоте А огромный сундук с лекарствами носить с собой было уже не нужно Позднее карманы стали пришивать к жилетам, а затем и к брюкам В середине восемнадцатого века вошли в моду внутренние карманы Их пришивали к любой одежде, от плащей и камзолов до ночных рубашек Появление внутренних карманов примерно на треть снизило число краш кошельков в Европе Правда, воры быстро сориентировались и, к сожалению, научились обчищать и внутренние карманы А во второй половине девятнадцатого века полезность карманов поняли и военные во всех европейских странах До этого времени карманов на военной форме не было вообще А в тысячи восемьсот пятидесятых на брюках пехотинцев Франции, Англии и России появились карманы Необыкновенные истории обычных вещей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова